Вот так вот, раз, между ног, это естественно двигается, получается такой рывок, люди падают носом вниз. Кто умеет на руке, кто вот так вот, бросил и носом вниз назад. И все, поехали. Раньше было вот так. Этому дедовскому методу уже 150 лет. Придумали его в Австрии и успешно используют на многих горнолыжных базах до сих пор. На снежинке такой способ уже век прошлый. Подняться наверх на старом подъемнике могли только опытные спортсмены. Новичков же он отпугивал. Для тех, кто навострил лыжи в этом году, установят новый подъемник, бугельный. Как утверждают специалисты, он будет удобнее и безопаснее. Сегодня нам пришлось подниматься на самый верх пешком, потому что подъемник сегодня не работает. И такое спортивное испытание ранее проходили все новички, потому что спрыгнуть с этого подъемника было достаточно сложно. Теперь, для того, чтобы избежать этих проблем, установили вот такую сигнальную кнопку. Задев эту калитку безопасности, можно остановить и сам подъемник. Подъемник с паспортом обошелся в 800 тысяч рублей. Здесь считают такое капиталовложение выгодным. Раньше сноровки для подъема с крючком многим любителям активного отдыха не хватало, и они просто уезжали домой. Тот, который у нас был, он был у нас кустарный, то есть мы самодельный, мы его сами делали. Этот подъемник заводской, он рассчитан. На старом подъемнике у нас поднималось 5-6 человек, он больше не поднимал. Сейчас одновременно подъемник может поднимать до 20 человек, вот, что нам обеспечит меньшую очередь. На днях здесь было больше 500 человек, и бугельный подъемник амурские горнолыжники уже опробовали. Но трос перекрутился во время установки. В следующий уикенд, обещают, проблем не будет. Мы устанавливаем подъемник и натягиваем трос. То есть нужна натяжка, килограмм 500, чтобы он провисал по проекту. Сложности возникли в том, что у нас было при оцеплении кручение бугеля. Бугель, это, вот они висят, черненькие пластмассовые эти штучки, за которые цепляются и поднимают народ наверх. Подъем на бугеле занимает не больше трех минут, пеший в пять раз дольше. Вот где-то вот так он будет висеть у нас при натяжке. И вот если, допустим, едет сноубордист, он упирается вот в бугель, он его тянет наверх. Если лыжник, то он поворачивается спиной, и он тянет его вот так. Такие новшества, надеются, привлекут в этот спорт больше людей. Для этого не только установили подъемник, но и позаботились о тренингах. В этом году создали так называемый лягушатник, чтобы те, кому до высоких спусков еще далеко, не путались под ногами. Заниматься с новичками будут пять тренеров-спортсменов. Длина вот этого бейби-парка на сколько? Порядка 150 метров. То есть это безопасно? Это безопасно, это нормально. То есть человек научится равновесие держать, управлять доской или лыжами. Ну а дальше его можно уже на подъемник. Также в планах организовать социальный проект. Уже в этом году с некоторыми детьми будут заниматься бесплатно. А пока тестируют главное новшество. Испытать подъемник благовещенские лыжники и сноубордисты смогут уже завтра. Анастасия Носкова, Александр Рассказов, Альфа Новости. Продолжение следует...